Музыка Опять большой день в Государственной Думе, потому что во втором чтении будет рассматриваться проект федерального закона об изменениях федерального бюджета на 2019, 2020, 2021 годы. Сразу нужно отметить, что все изменения касаются только показателей по 2019 году, 2020 и 2021 годы пока не поднимаются в этом проекте закона. Необходимость принятия изменений в федеральный бюджет, они обоснованы тем, что у нас возросли за прошедшие месяцы текущего года нефтегазовые доходы. Нефтегазовые доходы, наоборот, они у нас уменьшились по сравнению с теми показателями, которые были предписаны в первоначальном варианте бюджета на 58 миллиардов рублей. Прежде всего, уменьшение нефтегазовых доходов вызывает у фракции КПРФ удивление, так как цена на нефть, мировая цена, она высокая. Но все это обусловлено тем, что принят так называемый федеральный закон о налоговом маневре, экспортная вывозная пошлина на нефть и нефтепродукты постепенно правительство с 30% обнуляет до нуля. Наоборот, чтобы покрыть вот эти выпадающие доходы, увеличивается налог на добавленную стоимость и на добычу полезных ископаемых. И в итоге у нас получается такая картина, что становится экономически выгодным как можно больше вывозить из страны на продажу за рубежом и невыгодно реализовать нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке. Практически на сегодня, как вот подчеркивает эксперт, сложилась такая ситуация, что все нефтеперерабатывающие заводы работают с убытком. А так как в розницу нефтепродукты, бензин, соляр нужно продавать, то в конечном итоге правительство принимает и до сих пор работает через обратные акцизы. То есть нефтеперерабатывающим заводам, нефтяным компаниям вот эту разницу, по сути дела, возвращают и за счет этого как раз уменьшаются, как я уже сказал, на 58 миллиардов рублей нефтяные доходы. Что касается нефтегазовых доходов, они действительно повышаются, как я уже сказал, и радоваться опять нечему, потому что эти доходы повышаются в основном в связи с повышением НДС на 2% пункта. Как вы помните, с 1 января текущего года место 18% НДС составляет 20%, и правительство в течение года намеревается собрать дополнительно к бюджету порядка 600-650 миллиардов рублей. И вот эта часть, как раз она, 256 миллиардов доходной части, увеличивается в данном законопроекте по изменению федерального бюджета. Эти расходы фракции КПРФ поддерживают, потому что эти все расходы идут в том числе на национальную экономику, идут они на трансферты в регионы, потому что те самые социальные указы президента и связанные с ним законопроекты требуют, чтобы регионы увеличивали финансирование социальных расходов. И вот эти расходы, они покрывают. Есть некоторое увеличение порядка 20 миллиардов дополнительно к системе здравоохранения, 15 миллиардов в систему образования, жилищно-коммунальную сферу. Все эти деньги, они будут направлены на реализацию тех самых 13, вернее 12 национальных проектов и одной инфраструктурной программы по Российской Федерации. Но вместе с тем мы, фракции КПРФ, хотели бы подчеркнуть, что эти цифры абсолютно минимальные и в фракции голосовать за принятие законопроекта во втором чтении не будет, хотя некоторые поправки, которые мы вносили в фракции, порядка 3 миллиарда рублей на поддержку сельхозмашиностроения прошли. Мы считаем и работаем по большему. Во-первых, профицит федерального бюджета на текущий год составляет по этому законопроекту порядка 1,9 триллиона рублей. Национальный фонд, национальное состояние сейчас это порядка 4 триллионов рублей. К концу года ожидается с учетом резервов Минфина уже порядка 10 триллионов рублей. Дивиденды, которые положено правительству собирать по 50% с госкомпаний, с госкорпораций, опять в этом году, как подчеркивает счетная палата, не будут собраны в таком процентном отношении. Тем самым будут выпадать доходы, то есть корпорации и компании государственные будут иметь дополнительные возможности. В то же самое время все расходы, по сути дела, не обеспечивают с учетом инфляции роста реальных доходов населения. Я хотел бы подчеркнуть, по сравнению с законопроектом, который был принят еще в начале года, в конце года по федеральному бюджету на 2019 год, прожительственное минимум, вернее количество населения или удельный вес населения, который проживает и имеет доходы ниже прожительственного минимума, были определены в 12%. Так вот, по этому законопроекту теперь этот удельный вес имеющих, он еще более, в общем-то, возрастает. И в конечном итоге получается так, что если даже мы 256 миллиардов рублей сейчас добавляем в федеральный бюджет в расходной части, реальные доходы населения, они расти не будут. Счетная палата делает заключение, что они уменьшатся, то есть они уйдут в отрицательную сферу. Реальные зарплаты, которые были рассчитаны, что вырастут где-то на 1,4% пункта, также ожидается меньше 1%. Реальные пенсии, хотя была, вы знаете, индексация 7,05%, тем не менее, к концу года реальные пенсии опять могут уйти в отрицательную сферу, потому что даже перекрытие этих 7% не обеспечивается текущим бюджетом. И в конечном итоге получается, что социальная программа страны ничего дополнительно вот с этого бюджета не получает. В этих условиях фракция КПРФ за данный бюджет голосовать не может. И тем более, еще раз хочу подчеркнуть и обратить внимание, денег у нас в стране очень много. Профицит 1,9 трлн рублей, а расходы мы увеличиваем всего на 256 млрд рублей. Фонд национального благосостояния сегодня 4 трлн рублей к концу года, как я уже подчеркнул ранее, сказал 10 трлн рублей. Дивиденды еще могут дать дополнительно порядка 600 млрд рублей. Но кроме этого, фракция КПРФ имеет свою экономическую социальную программу, согласно которой мы предлагаем социальное равенство увеличить в стране, уйти от социального неравенства, когда богатые получают еще больше доходов, и этот бюджет как раз это обеспечивает, а бедным практически ничего не достается. В этой связи мы считаем, что нужно ввести обязательно прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц. По нашим расчетам, даже при повышенной шкале для высших доходов порядка 30% и чуть больше, дополнительные доходы могут составить где-то 2,5-3 трлн рублей. Более того, мы считаем, для того, чтобы покрыть все возможные расходы пенсионному фонду федеральному, нужно сделать таким образом, и фракция КПРФ внесла соответствующий законопроект, согласно которому мы предлагаем перейти на одинаковую, то есть, как говорят, плоскую шкалу пенсионных страховых износов. Это сегодня, вы знаете, 22% до определенного предела. А если годовой доход сегодня от физического лица выше 1,150,000 рублей, начинается шкала взаимания только 10%. Мы предлагаем, чтобы было у всех 22%. После этого, наш законопроект, он тоже подготовлен, можно было бы внести, вот, проект закона о том, чтобы уменьшить общие страховые взносы Пенсионный фонд Российской Федерации, вместо 22% сделать 20%, и при этом, при плоской шкале 20%, вот, общий объем поступающих средств был бы гораздо выше. То есть, мы можем даже на 2% пункта уменьшить страховые взносы, тариф ставки, но тем самым объемы мы будем увеличивать. Поэтому фракция работает, и сейчас фракция озабочена тем, чтобы аккуратно, дисциплинированно и массово провести вчера российскую акцию протеста 13 июля. Партия и фракции будут возражать против притеснения борьбы с обхозом имени Лея на Московской области и с его руководителем Грудининым. Потому что мы уверены, и Геннадий Андреевич на пленарном заседании выступал, о том, что в связи с тем, что политический Грудинин активен, на хозяйство налагаются такие ограничения, притеснения и с точки зрения налоговой, с точки зрения имущественных и других вопросов. Мы считаем, что наша страна, как демократическая, не может допустить таких явлений. Партия и те самые люди, которые на президентских выборах голосовали за Грудинина, они, безусловно, этот процесс поддержат. Мы обязательно победим. Спасибо за внимание.